Так, ребята, изменения на сегодня. Что сделано? Вот здесь, помните, была страшная? Вот такая вот старинная. Это еще не знаю каких времен. Не написано тут года? Не написано. Короче, старая-старая. Она рабочая была. И до последнего я не хотела ее менять. А потом думаю, блин, ну стены уже будут белыми, а она коричневая. Понятно, ее можно покрасить. Ну, все равно. Тут кое-где она подплавленная была. У страшилища. Короче, в магазине купила розетку, цены поднялись. Это просто кошмар. Розетки, которые мы раньше покупали, у нас в основном все двойные. Двойные лучше, потому что в одну, например, зарядку телефона, а тут же надо настольную лампу включить или конвектор, колорифер. Одной всегда мало. Двойна это самое такое ходовое. У нас и в квартире так и здесь. Вот, цены поднялись. Нормальная, которую мы раньше покупали, стоит на сегодняшний день где-то около 180 гривен. Почти 200. Нифига себе. Вот. И я рискнула, я купила китайскую. За 70 гривен, короче. Вот. Ну и Китай, есть Китай. Она начала сыпаться. Вот, потому что и стена кривая, и надо притянуть нормально. Вот. Рассыпалась. Но не тут-то было. Юля нашла суперклей. Ну, там внутри не рассыпалась, там кусочек откололся. Внутри самой сердцевины. Суперклей решает все. Все, все, все нормально. Нормально. Короче, была проблема, потому что провода были настолько короткие, пришлось в самой розетке сделать дополнительные дырки, чтобы вытащить провода, ну, не через отверстия, которые по бокам предусмотрены, а прямо через ее основание, середину. Вот. Немножко в бок она ушла, тут же дырище, все. Вот. Значит, некоторые болты прямо ушли длинные в сама. Вот. А некоторые пришлось там дощечку подкладывать. Ну, в общем-то, вышло-то все нормально. Вот здесь была дырка вот такая. Все новое, видите, шпаклевка, вот она не высохла. Новой шпаклевочкой разведено, все наложено, все нормально. Так совсем другое дело. Вот. А что касается этой, не так просто ее было отсюда выковырять, отсюда снять. Потому что оказалось, ребятки, она держалась, знаете, на чем? Вот. На огромных-огромных гвоздях. Была вбита прямо в стену. Приблите. То есть не шурупы никакие, не болты там, а вот такие гвозди. Ну, и пришлось просто с помощью стамески выковыривать, и оно, естественно, все разлетелось. Она бы служила, но у нас страшно. Короче, теперь здесь новое. Розеточка. Хорошо. Оно высохнет, потом все закрасится, все будет нормально. Где ляп, но потом вот эмульсионка я подату, и все. Крепится она в итоге аж на 6 болтов. Ее отсюда не вытащишь никак. То есть можно даже вилку вытаскивать, не придерживая. То есть она мертво держится. Дальше планировала я сегодня делать окно. Не знаю, сейчас по времени посмотрю, буду ли делать. Но пока что убраны отсюда гвозди, то, что я вам рассказывала, которые здесь были. Вот. Все штучки, которые мешают, чтобы оно максимально ровно, вот эта вагонка пластиковая легла. Что касается вот этого выключателя, ребята, решила я его не менять. Уже как будет. Главное, что он рабочий. Потому что все убирается в деньги. Все это дорого. А сюда надо еще и двойной. Вот. Я его потом тряпочкой хорошо с каким-то чистящим замою, зачищу и все будет нормально. Работает и работает. Вот. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, успею или с окном. Потому что я и здесь, и там, и в огород бегаю. Сейчас вам покажу, какие я помидоры посажала, как они выглядят. Вот. На помидоры, конечно, по-хорошему надо быть. У меня дома в квартире нас собирала, ребятки, целый пакет. Большой такой черный бутылок. Я же пью газировку, моя любимая газ-вода. А бутылки собираю, собираю, думаю, а вдруг пригодятся. Вот как раз. Как-то их там сюда притащить, потому что сейчас бы я их отрезала. Растюшки, я же глубоко их в томаты посадила. И растюшки буквально вот так вот торчат из земли. И реально, если на каждый, на дети, у меня там будет, ну, бутылок 20-30, это точно. И на каждую бутылку поотрезать. Ну, я думаю, что вот такие вот ножом оно быстренько, чик-чик-чик. И можно было бы их потыкать как раз во влажную землю. И более-менее они могли бы пару недель так сидеть. Оно и свет пропускает. Ну, не знаю, короче, что там придумали. Потому что у Крывного каких-то дуг, материалов у меня нет. Вот. Писали мне насчет, еще раз объясняю. Вы продолжаете писать комментарии насчет того, что, Юлька, не суй не вот так вот эти пластиковые эти штуки. Ну, понятно, я их подрезаю, чтобы они влезли. Не так их... О, оно почти. Не так их ставь, и у тебя в итоге три штуки не хватает. А ставь их вертикально. Ну и что вертикально, ребят? Ну, вот так вот. И что дальше? Ну, допустим, если раз вертикально, два вертикально... А, они еще и одна короче, одна длиннее. Ну, а дальше? Что это будет за лепнина? Вы имеете в виду, а дальше вот здесь вот широкую, которую я купила, сделать. А, получается, крепиться они будут вот здесь вот, где они же дерево, я их степлером прикрепляю. Ну, а эта будет все равно торчать. Видите, она изгибистая. Я бы сказала, даже изгибонистая. Ха-ха-ха! Изгибонистая доска. Я не знаю, что это будет. Порезать ровно и... Вот это надо измерять. А все равно. У меня их сколько? Четыре. Ну, хорошо, давайте. Раз. Два. Ну, и что? Видите? Мне не хватает все равно. У меня их четыре. Не то пальто, не тот вариант. Поэтому правильно здесь делать широкое раз. Пойдет 25 сантиметров. Широкое два. Широкое три. И я измеряла, вот здесь остается буквально вот так вот. Я в надежде, что пойдет одна. Ну, надо привинчивать, пристеглирить и посмотреть. Ну, как-то так. И в любом случае, хотя те беленькие, новенькие, красивые, там даже сверху такая пленочка наклеена, ее содрать надо, чтобы не поцарапать. Вот, а те беленькие, а эти желтоватые на самом деле, мне придется краской их покрыть полностью. И новые, и вот эти, чтобы оно более-менее сходило. Да, но не будет красиво, как там, потому что те ровные, а эти, видите, с изгибами внутри. Ну, ничего страшного. Кстати, насчет подоконника, смотрите, что я придумала. Ребята, ну, надо просто подрезать. Она идеально по сантиметрам, я измеряла, подходит прямо сюда ложиться. И ничего страшного, что такой будет подоконник вот с этой выемкой. Ну, ничего, ну, пыль будет скапливаться, раз, протерла. Но это лучше, чем вот это. Или я буду выравнивать там шпаклевками. Это будет нормально. Тоже краской покрашу и вполне себе. Чем не подоконник? Подоконник, подоконник. Обратный разве что стороной? Ну, нет, мне это нравится. Вот так будет. Подоконник. Так что все будет классно. Насчет света вы мне пишите. Юля, приведи, приведи, все, готово. Вот все. Ребята, лампочки. Я сегодня в магазине стояла. Ну, это ж, розетку покупала. Думаю, блин, купить, не купить, купить, не купить. Есть, там такие интересные. Короче, длинная такая, тоже на светодиодах. Она, не, она где-то вот такой длины. И она узенькая, вот такая вот беленькая лампа. Сколько она? Сейчас, сейчас, сейчас. А, 15 ватт. А эти тоже по 15 ватт. Интересно, будет там так же ярко светить или нет? Но они бы сюда классно подошли. Здесь бы была одна длинная. Ну, где-то да, она вот такая вот. И здесь была бы одна длинная. Они беленькие, хорошо бы смотрелось. А стоит она, ребята, что-то, по-моему, или 100. Около 120 гривен. Вроде недорого. Но не знаю, заморачивается или нет. Пока, думаю, привинчу, посмотрю, как оно смотрится. Вот, что вы скажете, как оно смотрится. Но это не окончательный вариант. Потому что я возьму кисточку. У меня есть краска, которая без запаха и аромата. Вот это вот все вонючести. Юра так скажет, вонючести. Кисточкой хочу прямо вот этот патрон, что черное, покрыть. И мне кажется, ну, посмотрите, как вы думаете. А может быть, это стиль такой. Знаете, есть такой современный стиль, когда висят. Кстати, то, что у меня висело, это вполне современно. Я такое в интернете бачила. Вон и вишу, только у кого высокие потолки. Они прямо на проводе висят, вот такие лампы. Это как-то называется, стиль какой-то. Вот. Ну, может и так пойдет, не знаю. Да, конечно, здесь провода, но их тоже можно подмазать. И уже не морочи себе голову. У меня уже много пишут комментарии, что, Юля, ты сильно заморачиваешься. Это просто хатынка, старенька, побелыла, обновила, что оно теперь чистый вид. Помните, оно, что тут грязь была, эти все стены. А сейчас оно беленькое и беленькое. То, что задача твоя, Юля, что ты хотела, у тебя получилось. Ну, в принципе, тоже правильно, да. Ну, все, у нас совсем другой вид. И подоконнички, и все на свете. Так что все преображается. Самое классное преображение будет, знаете, когда? Когда постелится новый линолеум. Мы когда в том доме делали ремонт, тоже вроде и стены беленькие, и все уже. И эти гардиночки, карнизы, ягваны там, этот самый, приделали. Вот. А когда линолеум постелится, ооо, какая красота стала. Линолеум меняет все. Вот. Поэтому постелится и будет нормально. Конечно, здесь проблематично будет, очень проблематично плентуса. Мы думали, что в дом, в том доме было проблемой. Но нет, здесь еще все гораздо хуже. Посмотрите на весь этот низ. Это просто все буграми. Но как-то там умудрились сделать. И здесь. Оно хорошо, что плентус, он все-таки слегка немножко гнется. То есть, мы там, так у нас волнами там и лежит, на самом деле. Но где-то мебель поставилась, где-то еще что-то и не особо там заметно. То есть, где-то он дугой так, а где-то он вдавливается. Ну, здесь так и будет. Но без плентуса линолеум смотрится как что-то незаконченное какое-то. То есть, нужно что-то. Ну, как-то этот самый. Будем что-то лепить. Лили. Сейчас я, ребята, замерю сразу ширину окошка. Но она здесь очень проблематична, потому что вот стоит измерить здесь ширину, она будет одна. Посредине она уже будет другая. Но я решила идти снизу вверх. Мне кажется, так будет правильней. И измеряю максимально точно, потому что панели буду резать, обрезать. Вот, измеряю. Ой, 66. Вот чуть-чуть выше поднимусь и проверю. 66 будет в самый раз. Хотя, если в самом низу, она будет входить плохо. И там, если что, наискосок я уже вручную подрежу. Получается 66 сантиметров. Вот. И сейчас показываю вам панель, которую я купила. Вот такие. Вот. Ребята, но это изнаночная сторона. Вот. А та такая, типа лаком скрыта, гладенькая. Но я все равно буду их красить. Так. 66. Я беру и прямо помечаю эти 66 просто ножом. У меня, как обычно, на что думает. Я все теряю. Карандаши и все. И так далее. Я беру вот так вот царапкаю. Вот. Вот так вот чуть-чуть есть. И с этой стороны 66. Царапкаю. И еще раз царапкаю. Оба. Все. Уже не потеряю. И разрежу. И потихонечку сначала приложу. Если что, углы придется. Потому что все так вот скошено. Там закруглено. И буду как-то это самое. Так. Работать я буду строительным степлером. Точно так же, как здесь сделала. Здесь у меня окошко тоже сделано. Ребята. И мне очень нравится. Я очень довольна результатом. Как оно здесь держится. Но вагоночка другая. Она более узкая. Такая аккуратная. Тоже краской покрыта. Потому что они были старые. Желтоватого цвета. Смотрится отлично. Ну посмотрим, как с той стороны у меня получится. В любом случае будет лучше, чем оно есть. Все. Первое есть. Вот так вот. Получилось тут по две. Тут. И здесь. Все. Оно держится. Единственное, что внизу вот я как бы не к чем. Но я думаю, подоконником оно. То есть я не к... Так я прострелю низ. Если здесь есть этот бортик. Поняли, да? Поэтому у меня там тоже так сделано. И подоконник потом. Все это плюс шпаклевка. Там все это решает. Было окно и нет окна. Тук-тук. Тут домик не живет. Короче. Обошлась и без вот этих вот старых желтых штук. Значит, получилась одна 25-сантиметровая. Вот швы их видно немножко. Но я в надежде, что краска туда попадет, когда я красить буду. Вторая. Третья. И дальше она же, но напополам разрезана. Не получилось качественно разрезать. Ну, как бы здесь есть. Вот можно их поубирать. Но, как бы я не стремилась, потому что здесь я на примере просто беру кусочек. Вам показываю. Здесь будет вот так вот. Вот такая вот штука. Ну, только я отрежу. У меня есть они в запасе нужного размера. И вот так вот оно будет. Такое вот обрамление. По бокам таких штук я делать не буду. Скорее всего. Хотя... А не, не буду, потому что криво, ребята. Она не везде ровно ложится. Вот. Ну, вот это главное, что сверху закроется. А по бокам я замажу точно так же, как и там, шпаклевкой. И будет нормально. Что касается подоконника. Короче, есть на остатках вот такая вот штука. Это она же, которая вот половинка осталась. И ее можно положить вот так вот. Ну, понятно, тут растворчиком той же шпаклевки. Выровнять, выпрямить. И ее можно положить в виде подоконника. Сюда же можно или шпаклевочкой замазать стык. Или наподобие вот такого потолочного плитуса. Плитуса. Только это широкий сильно. Он заберет, съест часть подоконника. Правильно? А есть такие тоненькие. Буквально тонюсенькие. И дырочку перекрыть. И все. И сделать вот такой. А чем не подоконничек? Вот тут замажется полностью шпаклевкой. Сравняется со стеной. И все. И будет нормально. Да, замечательно. Если честно, я даже не знаю, краской красить или нет. Что вы скажете, ребята? Оно беленькое себе. Может, не стоит краску и тратить? Хотя что-то голубым отдает. Или эта тень так падает? Непонятно. Должно быть белое. Мы посмотрим. Дождь пустился. Капец. Офигеть. Вот это да. А у меня там топор лежит. Лопата стоит. Ребята, надо идти все убирать. Блин, а эту стойку... А, стойку я забрала. Короче. Это все отлично. Мне надо покушать. Есть хочу. Наконец-то обед. Вот этим делом я больше всего люблю заниматься. Это обедать. У меня тут зелень, редиска, консервы. Это бычки в томате. Очень вкусные консервы. Бутерброды, вчерашний салат и кофе. Я обычно пью, знаете, да, кофе с молоком, но у меня здесь нет молока. Ребята, надо будет в магазине как-нибудь купить, знаете, типа есть сливки для молока или как оно называется, в таких маленьких, такие одноразовые, как стикеры или что надо будет купить. Вот, собственно, мой обед. Очень-очень вкусный. Все, ребятки, я пообедала. Что-то наелась. Так, тяжко теперь. Так, мне надо 30-65 сантиметров от вот этой вот штуки. Ну ж, ого. Ну, зато вкусно покушала. Ой, ну-ка. Стой. Так, 65. Стоять. Еще себе ножом вот так. Опа. Так, куда? Стоять. Стоять. Да, блин. Я что с тобой? Играть себя буду? Чи шо? Ты можешь стоять, чи не? Все. Свободен. Огое. Дождино на улице лупит. Кошмар. Так. Где это там? Режем. 65. Я, короче, у меня есть готовая шпаклевочка в баночке. Она прям беленького цвета. Я ею шпаклевала вот здесь вот, в боках, у окна. Вот здесь же я буду пальчиком аккуратненько проходиться. И на нее же приклею вот эту вот штуку. И будет нормально. Вот так вот. Уголочек такой. Сейчас примерю. Посмотрю, что-то я нарезала. По углу там. Круглые. Вон они глаза. Так. А ну-ка, стоять. Сейчас попробуем. Вот так. Отлично. Вот так придавлю. Ну, чуть-чуть полукругом. Ну, в общем-то, будет нормально. Оп. Она и так держится. Нет, я приклею ее. Все. О, как она так вошла? Эй! Все. Стоять. Вот. Есть такое дело. Шпаклевочка у меня вот такая, ребята. Акрим. Финишная шпаклевка для внутренних работ. Экономная. Белая. Легко наносится и шлифуется. И ей беру пальчиков, как и в прошлый раз, да. Вот здесь вот все так вот чук-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик замазываю. Объясню, почему я сюда какие-то уголочки не куплю. Потому что стена на самом деле вот так вот идет И это будет очень проблематично С той стороны мне писали, что Юля, поклевка полопается И так далее Сейчас вам покажу Но она нифига по сей день не полопалась Ее потом сверху можно при желании покрыть краской Вот, видите Она себе аккуратненько там сидит Вот здесь вот ничего не полопалось Вон она там Не очень аккуратно сделана Но сдалека смотрится отлично Вот там сверху я не знаю Крепить этот плинтус Вот этот пенопластовый или нет Снизу он есть Можно его и сверху прилепить Просто там тоже кривые углы Он ровненько не ложится Поэтому и не стала делать Подоконники я считаю шикарные Просто шикарные У меня есть, ребята, еще кусок от Вот как здесь подоконники Но мне не хочется Там же гораздо уже Там вот такая ширина Мне так не хочется резать его Поэтому будем уже лепить Из того, что есть Из вот этих вот остатков Тут клаптик-то Смотрите, вот моя ладонь Даже вся ладонь не помещается То есть он узенький Он маленький подоконник И тут также сейчас замазываю И плинтус клею И все Что, ребята, с одной стороны заделала Вот с этой Потом вам покажу Я решила, смотрите, как этот шов я затерла Просто обычной, ребята, шпаклевкой Вот так вот я ее сюда просто втираю И оно перекрывается И сверху я буду однозначно краской покрывать, ребят Однозначно Будет краска Беленькая Вот так вот Прям И тогда Швы не видны Ну, не так заметны Лишние Выбираю Вот так вот И тряпочкой Протираю Вот так вот Опа Потом надо и стяпку помыть Так Все, я сейчас вторую сторону Ребята, пальцем Без перчаток Прям пальцем набираю Залепляю Набираю, залепляю Сейчас покажу, как с этой стороны получилось Вот Видите Уже шов полностью Ну, за тень просто падает Затерт Низ пока не трогаю Потому что там будет подоконник Вот и все Ну, вот смотрите Вот тут два Я затерла шва Они лучше Чем вот Которые ниже Видите Это будет нормально Все Еще чуть-чуть осталось Все, ребятки Готово Сейчас протираю Тут все держится Оно приклеится Будет нормально Сейчас Поподтираю Все Ну, красить, наверное Я уже буду не сегодня А после того, как сделаю подоконник Чтобы не ляпать Не капать Так, сейчас еще тут Пройдусь Будет гладенько Опа Есть А, блин, еще шов не затерло Этот, да Нижний Ну, е-мое Шовчик-то остался Уже руки помыла А, блин, сейчас быстренько Вот так Видите, как хорошо получается Как я придумала Хорошо Вот так Все, ребята Ну, можно будет протирать И все Ну, краской надо Обязательно Все Чуть-чуточку Все, нормально Тут потом краской закрасится Все Будет все Замечательно Как же мне подоконник делать А, ребята Из этого Чего там Смотрится или не смотрится Не, ну, понятно Он на растворчик Аж Тоже надо раствором Выравнивать Конкретно Поднимать Выпирает сильно Выпирает А если Нет Этой стороны Не получится Только Этой Ну и что, что Выпирает Этот И этот Вниз Растворчик Этот вроде как получше. Ладно. Я завтра буду ляпить. И подоконник тоже покрашу краской. Руки грязные. Сейчас уделаю телефон. Всё. Ребята, залепила по бокам. Всё это покрасится краской. Закрасится. Подоконник я буду клеить завтра. Всё-таки решила вот этот. Ничего страшного, что тут выемка. А тут подоконник это... У меня есть такая идея. Это я буду ложить на растворчик. Но его даже чуть-чуть надо приподнять. Я уровнем померила. Вот эту часть надо вот так приподнять. Видите, какая щель получается? Но вот здесь были точно такие же щели. И здесь, видите, и оно замазалось всё. И вот там, на том подоконнике, было то же самое. Всё это зашкурится. Я ещё тут не проходила с этой шкуркой, короче. И закрасится белой водоэмульсионкой. То есть здесь было то же самое. Так и здесь. Нужно просто на этот растворчик его здесь вот замазывать. Но у меня есть вот такая идея. Смотрите. Что если вот здесь вот сделать вот так? Он только из другого куска. Это я, к примеру, показываю. Сделать вот так вот. Ну, я не могу просто... О-о! Ну, короче, это прижмётся. Поняли, да? Я просто не могу вам этот самый... Ну, только что держалась. Короче. Если будет вот так вот. Только это всё порогней. Наверное, неплохой вариант сделать так. Это всё покрасится. Оно будет точно такого же белого цвета. Вот. И сюда в уголочек вот такая же штука ляжет, только тоненькая. Совсем вот тоненькая. Маленькая. О, упала. Ну, короче, поняли. Как-то так. Вот. Да, покрасить будет совершенно другой вид. Но сегодня я этого делать не буду. Так как нужно, чтобы засохла вот эта шпаклёвочка, которой я прошлась. Она мокрая вся. Вот так вот. Да. На улице, конечно, погода, ребята. Кошмар. Дождец. Дождец валит. Где-то я видела немножко окна за этот самый. Заляпала. Но это всё. Это, видите, оно отпадает. Что-то фокуса нет. Не фокусируется. Не хочет, короче. Да, это всё уберётся. Потом уже буду мыть. Сколько градусов? Тут градусов не вижу. Почти 15, ребят. По градусам нормально. Такая погода у нас. Мокро-мокро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...